Которому мы вместе снимали два месяца, господин Соловьев, который возглавлял комиссию по ликинспекции, ну то есть он контролировал лекарства, один из ведущих коррупционеров и мерзавцев, сегодня я только узнал, что он в отставке, он появился в министерстве, исполняющего обязанности через 10 минут. Для меня это достаточно опасный сигнал. Евгений, я хочу в первую очередь сказать вам спасибо, что вы продолжаете эту тему, которая была в прошлый раз, потому что... Но вы как-то не договорили, у меня такое ощущение осталось. Абсолютно, абсолютно правда, и это самое главное, что люди сейчас ожидают, потому что вот все выборы, борьба, там эти собачьи бои, они не могут понять, что такое реформа и чего ожидать. И знаете, мне кажется, что они начинают понимать, чем меньше денег они могут снять в банкомате, чем чаще им задерживают зарплату, чем больше растут цены. Поверьте мне, они уже многие не знают, что такое банкомат. Слушайте, но то, что цены растут, все видят. Это правда. Растут цены и все ожидают тарифы. Вот мы хотим продолжить дальше за реформы. Абсолютно господин Бродский правильно сказал, только вы это ухватили, мы не развили. И мы с ним сейчас продолжили этот разговор. Это не основная реформа смена кадров. Мы видели с вами не раз смену кадров, когда приходила молодая команда у Черновецкого, и мы видели это, приходили наглые, взорвавшиеся абсолютно люди. Вопрос стоит в другом. Подбор кадров. Главная и основная реформа – это люстрация и борьба с коррупцией. И тогда любой человек, пришедший в госслужбу, он идет под... во-первых, он проходит чистку, а потом находится под постоянным контролем. Вот это я взяла реформы, которые презентовал президент. Это не реформы. Это лист объявлений. Так, 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 господа, вы руки не поднимаете, коллеги, вы... Если это перевернуть король голый, я за 20 лет политики, знаете, сколько видела вот таких вот объявлений? Вопрос заключается в том, даю вам абсолютную, вот, абсолютную аксиому. Реформу можно провести, когда есть политическая воля. Александр, а у меня к вам сразу есть просьба. Вы говорите, что вы 20... Нет, я говорю о реформах. Я говорю о реформах. Александр, все-таки давайте не уходить от истории господина Мусия. Это хороший пример назвать конкретные имена, фамилии, виноватых. Нет, нет, я абсолютно против того, что президент подает план реформ. У нас с вами парламентско-президентская республика. Спасибо.